Новости на телеканале Красная Линия. Наш взгляд на главные события в стране и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. В Дагестане продолжается голодовка членов КПРФ, не согласных с итогами выборов. Местные власти препятствуют этому как могут. Каждое урезание расходов бюджетных сопровождается ростом расходов частных лиц. У кого эти деньги есть, безусловно. Это четко проследуемая тенденция уже последних несколько лет. В казне закончились средства. Правительство России приняло федеральный бюджет на последующие три года. Вы понимаете, когда стали заводы рушиться, хотя в нашей Карелии, они же все погибли. Все. Сколько бы их не было. Обреченные на вымирание. Почему сегодня жизнь в российских моногородах напоминает кошмар. Мне даже были жалобы в письмах. Жаловались наемные работники сынового предприятия. Видите ли, он уволен из-за того, что не так пожал руку начальнику. 13 октября отмечается Международный день начальника. Формула «Я начальник, ты дурак» в действии на всей территории России. В Дагестане уже 16-й день подряд продолжается голодовка членов КПРФ. Участники акции протеста требуют пересмотра итогов выборов депутатов Народного собрания в Буйнакске. На минувшей неделе к голодающим мужчинам присоединились и женщины. Тему продолжит Денис Щербаков. 16-й день только на воде. Изначально голодающих было полтора десятка, но из-за проблем со здоровьем несколько человек были доставлены в больницу. Оставшиеся решили не соглашаться на госпитализацию. При этом местные чиновники постоянно угрожают родственникам голодающих. На этот отчаянный шаг членов КПРФ сподвигли многочисленные нарушения на прошедших выборах. По мнению жителей Буйнакска, то, что творилось на участках День голосования, нельзя никак назвать честными выборами. Власти как могут пытаются сорвать акцию и вообще замять всю эту историю. Меня не надо снимать. Почему не надо? Меня тоже с вами снимают. Мы в хорошем месте выйдем. Не переживайте. Сейчас, в данный момент, заместитель администрации города комментировать не хочет. Но комментировать он может у себя в кабинете. Для него есть принципиально, где дать комментарий журналистам. Но и в кабинете чиновник отказался дать интервью. Женщины Буйнакска тоже голодают. Вот уже девятый день. Другого способа добиться справедливости они не видят. Сидим здесь, голодаем. Одни приходят, другие приходят, нас проверяют. Мы были раньше в другом помещении. Оттуда выгнали нас. Свою акцию протестующие намерены продолжать до пересмотра итогов выборов в Буйнакске. Денис Щербаков, Красная линия. На обочине жизни. Сегодня в России 319 населенных пунктов, где экономика и социальная сфера зависят лишь от одного – городообразующего предприятия. Чиновники уже признали, в бюджете нет достаточных денег на развитие моногородов. А привлечь в проблемные города частные инвестиции почти невозможно. День города Пудыш. На небольшой сцене, украшенной бумажными ромашками, праздничный концерт. Эту песню зал под открытым небом сразу подхватывает. Ведь она словно неофициальный гимн маленького карельского городка. Они давно ждут встречи с этим самым счастьем и никак не дождутся. Одно счастье на 9 тысяч человек. А ведь кажется, когда-то оно здесь будет. Валентине Жариковой, 80. Пудышский лесозавод – вот ее жизнь. Здесь она проработала почти 60 лет. Завод наш был градообразующий, поэтому на весь район он один был. Экономика-то была отлажена. Завод работал в три смены. У нас работало по 800-900 человек. Пудышскому лесозаводу в следующем марте исполнилось бы 130 лет. Он пережил три революции, гражданскую войну, Великую Отечественную, перестройку. И, как ни странно, споткнулся в сытые нулевые. В 21 веке эффективные менеджеры посчитали – выгоднее лес продавать, а не обрабатывать древесину. Вы понимаете, когда стали заводы рушиться, хотя в нашей Карелии, они же все погибли. Все. Сколько бы их не было. Там, наверное, 8 или больше было. Это была центральная ферма совхоза Пудышского. Самого крупного совхоза Пудышского района. Было четыре хозяйства. Вот один из них – крупнейший совхоз района Пудышский. Здесь работало более 700 человек. Леонид Попов на этой ферме когда-то работал управляющим. Теперь управлять нечем. Сквозь груду кирпичей торчит арматура, словно жилы. Обидно, страшно обидно. То есть наше поколение, которое пришло и работало в это время до 90-х годов, практически прожило жизнь зря. Зря. То, что мы построили, сегодня вот в таком плачевном виде. Глава администрации Пудышского района Владимир Ересов встречает без энтузиазма. Признает, и проблемы есть, но все не так катастрофично, как видит наша съемочная группа. Пусть даже Пудыш и в списке моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Ну, так как же мы в программе моногородов, конечно, участвуем. Первый город в первой группе риска, а вы говорите, что все хорошо. Нет, так вы пытаетесь сказать, что здесь все плохо? Да я с народом говорю, народ ваш говорит, не я говорю. Альберту Маликину 40, мальчишка в коляске, младший сын Лешка. Всего у Альберта их трое. Альберт понимает, семья большая, кормить нужно, вот только работать негде. Так я так работаю рыбкой, в основном рыбу ловлю. Рыбалкой занимаюсь. В поселке 100 рублей еще стоят за килограмм. Сиг 220, судак тоже килограмм 180. Маленький Лешка сидит в коляске и пока не понимает, что его жизнь зависит от приливов, отливов, дождей, правильного прикорма и еще множества рыбацких мелочей. Ему, конечно, не понять в полтора года. Запутался отец в сетях, расставленных самой жизнью. Запутался, как и тысячи других, в Пудышском районе. В Воронеже по подозрению в мошенничестве задержаны руководители авиационного завода. По версии следствия, они могли через подставную фирму похитить более 21 миллиона рублей из средств, выделенных предприятию для отправки в серийное производство самолета АН-148. Коротко о других российских новостях. Министерство экономического развития прогнозирует отсутствие роста автомобильных продаж до 2020 года, пишут ведомости. В частности, разрыв между емкостью рынка и производством будет составлять порядка одного миллиона автомобилей. По мнению экспертов, чтобы снизить издержки, автопроизводители будут вынуждены повышать цены. В России испытали радиоэлектронное оружие, аналогов которому нет в мире. Новый вид вооружения может нейтрализовать технику вероятного противника без использования традиционных средств поражения. Первые прототипы прошли успешные испытания. Министерство транспорта России планирует ввести плату за пользование пограничными пунктами пропуска транспорта. На первом этапе платными предлагается сделать автомобильные и железнодорожные пункты пропуска через границу. Нововведение станет своеобразным аналогом системы Платон. Около 36% российских семей из-за финансовых трудностей не могут осуществлять необходимые платежи. Такие данные приводятся в исследования высшей школы экономики. Кроме того, 48% россиян считают, что самые трудные времена еще впереди. Более половины россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в ЦИОМ. Плохой ситуацию в стране назвали более четверти опрошенных. Каждый пятый респондент выразил мнение, что страна движется в неверном направлении. Смотрите во второй части информационной программы «Темы дня». 13 октября отмечается Международный день начальника. Формула «Я начальник, ты дурак» в действии на всей территории России. Как защитить себя от произвола начальства? Гость нашей студии юрист Андрей Акимов. 13 октября отмечается Международный день начальника. К сожалению, эту категорию управленцев чаще не выбирают, а назначают. И если коса найдет на камень, то, как правило, страдают простые работники. Формулу «Я начальник, ты дурак» российские чиновники из-за алгоритма своих действий пока не убирают. Вот главный врач меня поздравляет. Вот рядом я с главным врачом. Женец страх. Как говорят, от любви до ненависти – шаг. Вот уже ровно год Гульнас Яхина без работы. Стаж участковой медсестры – 15 лет. Из них семь она лечила детей одна, не было врача. Родители души не чаяли в своем педиатре. Пусть не дипломированном, зато чутком и грамотном. И кто просил Гульнас жаловаться на новое начальство, которое сменилось три года назад? Но не все деньги с положенных федеральных субсидий – 5 тысяч – выдавала бухгалтерия. Одним словом, обворовывали медперсонал. Вот новость-то. Берешь корешок, у тебя там только видно, что у тебя нет тысячи, что 5 тысяч нет. Эти акты после зарплаты, вот если я зарплату получала 12-го, эти сделаны 13-го или 14-го, понимаете, после зарплаты. Это уже все у меня есть, вот это доказательство. Все есть. Но, видите, это суд считает ненужным. Как и не признает местный суд тот факт, что жалобы на медсестру в октябре прошлого года были просто сфабрикованы по указанию главврача. Тогда родители с другого участка, не понимая, в чем суть дела, обвинили Гульнас в невыдаче без очереди направления на анализы, якобы для операции. На самом деле, речь шла о несрочном мусульманском обряде для мальчика. Нет, суд нарушений в действиях медсестры не нашел. И на том спасибо. Но на работе не восстановил и не счел нужным убрать несоответствующую действительности запись в трудовой книжке. Я вот в суд обращалась, районный суд, верховный. Положительных ничего нет. Я уже надеялась на справедливость, на это касаться. Но мне главный врач сам, конечно, сказал, что справедливость, говорит, не надо здесь искать, в другом месте ищите справедливость. То же самое этот начальник сказал и два года назад. Только не одной Гульнас, а всему коллективу, веренной ему поликлиники. Медработники написали письмо министру здравоохранения Республики Башкортостан и пожаловались на многочисленные нарушения законодательства. Поборы, тяжелые условия работы, увеличение трудового дня, без компенсации, разумеется. Из здравоохранения пришли и сказали, что будете работать и сутками, и 24 часа, сколько скажет, и получать будете, сколько вам платят. И все. И вот эти, кто коллективном письме написали письмо, вот эти люди почти все ушли. Я, можно сказать, осталась, и последние меня так уволили. Как начальнику поликлиники номер 4 города Уфы удается скрывать все эти нарушения, договариваться с местными судами и республиканским Минздравом? Наверное, хороший специалист, врач. Но сколько судеб он еще искалечит? Это мы говорим о бюджетниках. У них есть хоть какие-то законные основания, чтобы отстаивать свое право на труд. А как кодекс защищает другие категории работников? В Компартии Российской Федерации наши депутаты в Государственной Думе голосовали категорически против данного варианта трудового кодекса. Он сокращает права наемных работников. Введены такие договора, как срочные договора, которые не обеспечиваются ни увольнения, ни, так сказать, выходными пособиями, которые собственник, хозяин может сам добровольно, односторонне разорвать этот договор. Не устраивает охрана труда – вон на улицу. Не устраивает, что у вас нет профсоюза и некому защитить – вон на улицу. Вот этот вон заложен в трудовом кодексе. Похоже, это законодательное вон на улицу ждет десятки медработников Новосибирской области. Кстати, бюджетников и частников. Там местные начальники здравоохранения решили провести эксперимент по так называемой оптимизации медицинских услуг для населения. 20 поликлиник, в том числе взрослые и детские, а также 7 больниц, превратить в одно территориальное объединение. При этом слиянии, как будет этот решаться вопрос? Увеличится ли нагрузка на медицинских работников, которая и так сегодня достаточно высокая? А как будет, когда это медицинское учреждение будет обслуживать более 150 тысяч человек? Из каждых 10 опрошенных в Новосибирске 9 против таких социальных инноваций в медицине. Они просто опасаются за свое здоровье. И так-то много вопросов к качеству предоставляемых услуг. А тут еще и доступ к ним ограничивается. Это, во-первых, очень далеко. И, во-вторых, мы тогда своих вообще врачей не увидим. Тут даже вопросов нет. Что, с флагами выходить или как? Стоит заметить, что вместе с пациентами скоро на улицы выйдут и врачи. А если брать проблему шире, то и учителя, инженеры, даже банковские служащие. То, как начальники в этих сферах неуважительно обращаются со своими подчиненными, примеров более чем достаточно. У меня даже были жалобы в письмах. Жаловались наемные работники сынового предприятия. Видите ли, он уволен из-за того, что не так пожал руку начальнику. У него, оказывается, влажная рука была. И из-за этого он его увольняет. Почему высокие должности в таких социальных областях, как образование и медицина, заняты порой непрофессионалами? За счет каких личностных качеств эти горе начальники доползают до вершин, с которых потом плюют на людей? И почему, наконец, с начальством из городского Минздрава должна сражаться одна уфимская медсестра? На этот вопрос как раз ответ есть. Потому что она не испугалась и уверена, что право на труд у нас пока не под запретом. Михаил Долгих, Регина Лисаченко, Анна Аксенова, Красная линия. Гость нашей студии – адвокат Московской областной коллегии адвокатов Андрей Акимов. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день. Как вы считаете, позволяет ли сегодня наше российское законодательство уволенному работнику, уволенному незаконно, по наговору, как мы видели в предыдущем сюжете, или по каким-либо другим необъективным причинам, отстоять свои права, сохранить рабочее место? Отстоять, конечно, у него шансы сейчас намного великие, чем по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Сейчас ответственность работодателя очень прочно закреплена. Другой вопрос – как это на самом деле происходит. То есть, если мы понимаем о том, что человек хочет восстановить свои права нарушенные, он должен обращаться в суд. Соответственно, здесь Гражданский процессуальный кодекс вступает в силу, да, соответственно, каждый предъявляет и представляет свои доказательства по гражданскому делу. Это как истец, так и ответчик. Соответственно, судья уже решает, кто из них более прав, кто менее прав. Ну, законы вроде как у нас хорошие, да, но, как говорят, они не работают до конца, потому что что мы на практике имеем? Если начальник решил уволить своего сотрудника по любым причинам, вот не нравится он ему, то он все равно, мне кажется, найдет лазейку и в трудовом договоре, и в трудовом кодексе. Так ли это? Да, это так. Я могу только подтвердить. И вот, собственно говоря, и практика за то, что я положительно на данный вопрос отвечаю. Потому что есть случаи, когда, скажем, вот по навету, если мы говорим об этом, можно человека как-то компрометировать, к примеру, составить акт в присутствии еще двух других работников, допустим, как вариант, согласно которому работник пришел на работу в нетрезвом состоянии. Ну, с этим, конечно, немножко тяжелее, да, потому что, если он был трезв, он может потом обратиться официально и получить заключение эксперта, что он был трезв абсолютно. Ну, тем не менее, значит, есть те, кто, скажем, пассивны, да, по своей позиции жизненной. Они напуганы, они, не знаю, может, времени не хватает, еще чего-то. Они вот как бы смиряются с этой ситуацией. Есть ли смысл рассчитывать на помощь вышестоящих инстанций, вышестоящих над предприятием, предположим? Или они, скорее всего, будут покрывать вот того же наблюдателя? Нет, ну, вы поймите правильно, да, все равно это необходимо делать для того, чтобы зафиксировать, вот, по мнению, если работник считает, что его право нарушено, то, конечно, надо фиксировать это, прежде всего. То есть здесь надо активную позицию занимать. Это как обращение в трудовые инспекции, так и обращение в прокуратуру, потому что прокуратура также у нас общий надзор осуществляет. Необходимо это делать. То есть если мы понимаем, что уже конфликт неизбежен и разрешит этот конфликт только суд, уже предполагаемый, да, будущий, то, конечно, надо запасаться доказательствами для непосредственно уже участия в суде. Ну, то есть обращаться в вышестоящие инстанции имеет смысл только для фиксации вот юридической или все-таки там можно какую-то действительно помощь получить? Я, конечно, да, я, конечно, говорю о фиксации юридической. А как вы думаете, какой процент людей вообще готов отважиться идти в суд, бороться за свои права? Потому что кто-то боится, кто-то думает, это затянется на два года, я буду сидеть без работы, да, и неизвестно, выиграю ли я этот суд, потому что коррупцию в суде тоже никто не отменял. Ну, наверное, я вас разочарую или обрадую. Вы знаете, количество все-таки обращений, оно за последние годы возросло. Люди не стесняются обращаться в суд. Я наблюдаю эту тенденцию, то есть вот по трудовым спорам очень часто стали люди обращаться в связи с тем, что они считают, что их права были нарушены. Поэтому бояться не стоит. И как бы тенденция, да, она ломается, да, то есть вот люди перестали бояться. Суды, я вам хочу сказать, все-таки сейчас на стороне работников в большей части своей выступают и поддерживают те требования, с которыми приходят люди в суд. А как вы думаете, возможно ли как-то усовершенствовать трудовое законодательство, чтобы было не проще и быстрее? Да, я всегда говорю о том, что у нас в принципе достаточно идеальное законодательство. Здесь вопрос уже в применении его. Мне кажется, надо смелее непосредственно судам себя вести по таким спорам, да, ну, обеспечительные меры применять, соответственно, арестовывать счета. Это непосредственно будет сказываться уже на исполнении решения суда. То есть сам процесс будет намного более скорым, не будет затягиваться, и люди будут смея обращаться в суд. Спасибо большое за беседу, благодарю вас, что пришли к нам. Напоминаю, что гость нашей студии адвокат в Московской областной коллеге адвокатов Андрея Акимов. Смотрите далее в программе «Темы дня». В казне закончились средства. Правительство России приняло федеральный бюджет на последующие три года. Россия не собирается реализовывать военный сценарий разрешения сирийского кризиса, заявил Сергей Лавров. Казна пустеет, санкции бьют по экономике, цены на нефть падают, а покупательную способность рубля едва ли можно назвать серьезной. В таких условиях правительство России приняло консервативный вариант с федерального бюджета на ближайшие три года. Всю необходимую работу по подготовке бюджета мы с вами провели. Это такой длинный, сложный процесс. Массу всяких разных совещаний отраслевых провели, согласований, там споров было много. Но в результате бюджет подготовлен. Он, конечно, непростой, он отражает текущую экономическую ситуацию. По отдельным позициям он весьма жесткий. При словутой оптимизации расходов больнее всего ударит по обычным гражданам. В правительстве приняли решение сократить финансирование системы здравоохранения на 33%. Под нож попали расходы государства не только на стационарную и амбулаторную медпомощь, но и на прикладные исследования в области медицины. Всего отрасль лишится 182 миллиардов рублей. Вслед за снижением финансирования мы получим, естественно, род смертности, мы получим рост заболеваемости, мы получим ряд других факторов, с которыми сегодня наши государства вроде как борются. Получается, что на словах. Каждое урезание расходов бюджетных сопровождается ростом расходов частных лиц, у кого эти деньги есть, безусловно. Это четко прослезуемая тенденция уже последних несколько лет. Если государство убирает, грубо говоря, 150 миллиардов из системы оказания бесплатной медицинской помощи, значит, соответственно, на эту же сумму минимум граждане вынуждены будут оплатить свое лечение. Опять же, повторяю только тех, у кого такая возможность есть. Как признают в кабинете министров, резервному фонду грозит полное истощение уже в ближайшее время. Однако это не мешает правительству ставить перед собой амбициозные задачи. Наша цель, конечно, восстановить рост экономики, поэтому мы продолжаем адресную поддержку ключевых отраслей и промышленности, и сельского хозяйства, причем не разгоняя инфляцию, будем финансировать важнейшие инфраструктурные проекты. Будем помогать предприятиям реального сектора, малый и средний бизнес. Будем стараться адаптировать к новой обстановке. Продолжим стимулировать инновационную, инвестиционную и предпринимательскую активность. Чтобы выполнить данные обязательства, правительство приняло решение вернуться к трехлетнему бюджетному планированию. Ранее об этом на совещании у президента заявил министр финансов Антон Силанов. Новая трехлетка предусматривает полное выполнение всех социальных обязательств, предусматривается индексация пенсии в соответствии с законодательством, социальных пособий, учтены деньги на выплату пенсионерам в январе 5 тысяч рублей, как это было и обещано и заявлено в текущем году. Также предусматривается увеличение заработных плат в соответствии с майскими указами. Напомним, майские указы, подписанные Владимиром Путиным в 2012 году, определяют цели и задачи развития страны на ближайшие годы. Всего глава государства дал 218 поручений Кабинету Министров. Спустя 4 года выполнено или снято с контроля только 154. К словам правительства нужно относиться с долей здорового скептицизма. Увы, к сожалению, нужно понимать, что выступления в данном случае высших чиновников, руководящих лиц в значительной степени направлены на создание хорошей мины при плохой игре, на то, чтобы успокоить бизнес-сообщество и создать ощущение того, что у нас все будет хорошо. К сожалению, на самом деле это не так. Реальность говорит об обратном. Источники пополнения бюджета, как и прежде, Кабмин видит в экспорте сырья, приватизации компаний с госучастием, внутренних и внешних заимствованиях. Если не будут найдены новые источники пополнения бюджета, не только и не столько приватизация, а в первую очередь это, конечно, в принципе изменения и налоговой политики, да, совершенно очевидно, что без тех мер, которые предлагает Компартия, это введение прогрессивного налога на роскошь, дальше двигаться совершенно невозможно, при том, что это лишь первоочередные самые необходимые меры. Я уже не говорю о том, что необходимо, конечно, возрождать полноценный институт государственного планирования и управления экономикой. По предварительной информации, Госдума седьмого созыва рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку уже в конце октября. Украинские силовики за минувшие сутки более 160 раз обстреляли населенные пункты и районы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Под огнем оказались окрестности Ясиноваты и поселок Трудовские Петровского района Донецка. Напомним ранее, 15 иностранных наемников, по данным властей Донецкой Народной Республики, погибли при попытке прорыва позиций ДНР в районе сел Коминтерного и Ленинское. Коротко о других международных новостях. Россия не собирается реализовывать военный сценарий разрешения сирийского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CNN. Лавров подчеркнул, что Москва не намерена ухудшать отношения с Вашингтоном. Конституционный суд Германии предварительно разрешил правительству страны подписать соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой. Ранее в крупных европейских городах прошли манифестации против заключения договора. По мнению профсоюзов, эти соглашения будут действовать не в интересах европейцев и разрушат экономику ЕС. В Латвии отметили 72-ю годовщину освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия начались с церемонии возложения цветов и венков к памятнику советским воинам-освободителям. Ранним утром 13 октября 1944 года части советской армии вошли в Ригу. Король Таиланда Пхумепон Адульядет скончался в больнице Бангкока в возрасте 88 лет. Премьер-министр Таиланда призвался отечественников воздержаться от любых развлекательных мероприятий в течение следующих 30 дней. Пхумепон Адульядет 70 лет находился на престоле. Нобелевская премия в области литературы присуждена американскому поэту и музыканту Бобу Дилану. Он удостоен награды за создание поэтических образов в американской песенной традиции. По словам постоянного секретаря шведской академии поэзия Боба Дилана сравнима с поэзией древних греков. Расходы на здравоохранение в России в очередной раз будут урезаны. В связи с этим губернатор Кемеровской области Аман Тулеев решил вооружить медработников региона. Он распорядился обеспечить все приемные отделения больниц Кузбасса электрошокерами, чтобы врачи могли защитить себя от агрессивных пациентов, их родственников и хулиганов. Отметим, что в этом году в России уже было зафиксировано 14 нападений на врачей скорой помощи. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. До встречи.